Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, торжественный момент, достала я сливки, сейчас покажу какие получились, вот видите, они такие желтоватые, жирненькие такие получились, сейчас пленочку сниму, намололи сейчас сахарную пудру, у меня есть доисторическая кофемолка, вот хорошо очень, она конечно большая, почти выглядит как блендер, но пока пользуюсь ей, потому что кофе тоже мы ей измельчаем. Так что сейчас добавлю пудру, сливки и буду, да, вырю, буду взбивать, пробовать, сейчас посмотрим, как получится. Вот, посмотрите, какие, видите, снизу, снизу жиденькая, сейчас мы это все верим сверху. Вау, молоко. Масло бы не отделилось, как бы, сливочкой, по-моему, сливкой, не знаю, сейчас посмотрим, почему. Ну, не получится, не получится. Пахнет, конечно, разумительно сливками. Решили мы сегодня на обед сделать вареньки с картошкой, с картофельным пюре, вот сейчас быстренько за 2-3 минуты сделала тесто в комбайне своем, стакан теплой воды, 2 яйца, соли, где-то чайная ложка, 2 столовые ложки растительного масла, всегда добавляя в тесто пельменное или для вареников, или для пиццы, чтобы оно было сочнее, не расползалось. И муки где-то, стакана 2, ну, там уже опять нужно смотреть. Я просто высыпаю из пакета постепенно, сначала стакан, потом еще полстакана, и смекаю там еще полстакана, потом, если надо, довожу до такой консистенции пельменного теста. Сейчас оно постоит, у меня сварится картофельное пюре, варится, уже кипит, я его сделаю с молоком, с маслом, и потом покажу, как я делаю вареньки. Блин, 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 кипит, о, жуть, если бы я могла мутикнуться сейчас, я бы тройной какой-нибудь завернула, кипит, как я это вообще теперь буду отмывать, о, жуть. Вот кошка сейчас хотя бы оближет что-то. Все, больше никогда в жизни я не буду с этими, это какая-то десятая или одиннадцатая попытка взбить сливки, никогда больше не буду взбивать эти сливки. Пошли они куда подальше. В общем, пакет у меня, я накрыла пакетом, чтобы не разбрызгивать сливки по кухне, и пакет у меня намотался, да, и вот что получилось. Кошмар, девочки, я в шоке. Сейчас буду ждать мужа, он за мукой пошел, и он тоже будет стоять в шоке. Маска для рук. На лице хоть нету, вроде, надо посмотреть, на коленках, ай, все, смотри. Блин, сливки, черт их подери. Вредные советы для домохозяек. Если тебя все достало, дети задолбали, а муж вывел из себя, разбрызгай по всей кухне миксером сливки. Пока будешь вытирать, отпустит. Блин, вся кухня жирная. Это даже круче, чем летающие блины в одном из первых наших влогов. Если кто не помнит или не смотрел этот влог, посмотрите, я, может быть, здесь оставлю ссылку. Вот, в общем, вот наши заготовки для вареников. Дети сейчас могут мне помогать. Марк, спи, папка, за ним делаем. Если что проснет, он его подхватит, да. Не смогла снять процесс раскатки. Ну, в общем-то, раскатываем чуть толще, чем на пельмени. Примерно вот так. Потому что все-таки это вареники. Детство должно быть потолще раскатанное. Вот, начинка уже готова. У нас на Урале делают сырой картошкой с салом. Тоже очень вкусно. Я делаю постренки с картошеным пюре. Потом покажу, как я еще делаю зажарку для них. Данила, осторожно. В общем, раскатала и у детей утащила вот такую форму самую большую. Если я делаю от руки, ну как вот обычно, раскатываешь в колбаску, режешь. И у меня слишком большие получаются всегда вареники, почти чебуреки. Не надо их складывать в топочку. Они тогда слипнутся, детки. Не надо. Ну ладно. Вот. И поэтому я всегда стараюсь сегодня воспользоваться вот такой формой. Хотя она все равно не сильно большая. Посмотрим сейчас, какие получатся вареники. Для тех, кто переживает, я ее тщательно помыла. Не волнуйтесь, она практически стерильная. Потом ее для других, тех, кто переживает, я ее обязательно верну детям. После того, как воспользуюсь. А если буду лепить племени, то возьму поменьше. Вот. В общем, сейчас будем лепить. Покажу, какой формы делаем. И отучите меня кто-нибудь говорить. Вот в общем. Меня уже само это стало раздражать. Слепила я, как обычный военник сначала. Видите, просто хорошо слепила его. И сейчас покажу, что дальше. И начиная с края, заворачиваю понемножку. Как края вот так вот беру. Немножко раз, защипнула. Потом следующий раз, защипнула. В принципе, просто раз, и так до конца. Нет, одной рукой неудобно. Видите, остается краешек вот. Я его раз, и вовнутрь. Защипнула. Раз, вовнутрь придавила. Вот, кстати, и детей одновременно. Вот чего они так и не умеют делать красиво. Раз, вот еще с одной рукой сделаем. Чебурек. Нет, это вареник. Ну, похоже на чебурек. Ну, ты чебурек. Могуешь. Такой вот красивый вареник был. Сейчас я буду делать такие, дети будут делать так, как они, как у них получится. И все, батарейка садится. И увидимся уже с вами, когда все будет готово. Вот для них это развлечение. Представляете? Они даже мультики отказываются смотреть. Хотят лепить вареники пельмень с одной пирожки. Сейчас делаю зажарку для вареников. В общем, она состоит из лука и моркови. А сейчас я это все обжарю хорошенько. И потом добавлю чеснока. У меня тут две большие чесночины развалились. И еще у хлопа. И будет у меня все готово. Еще можно черного молотого перца сюда чуть-чуть добавить. И очень-очень круто и вкусно. Все это с вареником потом перемешать. Ну, мне можно добавить даже бекон. Либо там... Вот в деревнях, я помню, раньше добавляли... Как это назвать? Ну, стало делать лишь кварки. И все это тоже с ручком, с чесночком. Короче, фантазия, можно отгуляться как угодно. Все это будет у меня вода. Вот сейчас я закидываю в вареники. И будем потом есть. Чеснок отлично работает в паре с морковкой и с луком. Когда еще лука подается термической обработке, все обжаливается, потому что вообще божественно. Ну и немного укропа, чтобы вообще был отпад. Вообще, я думаю, что сюда еще хорошо бы подошла мелкомрезанная солями какой-нибудь, копченая колбаска. Тоже обжаренная мелко-мелко. Ну, в таком, либо натерке, натертой. Как можно колбасу натереть? Не знаю. Может, и можно. В общем, копченую я не езду. Наверное, можно. Вот. Добро пожаловать на нашу выставку вечернюю. Папка нам протянул вдоль стены, наверху, почти под потолком, веревку. И мы повесили сюда все свои картинки. Еще даже бы место осталось. А там где моя картинка? Вот на прищепке. На маленьких цветных. Маленькие-маленькие прищепочки. Вот это вот Ритина, да. Картина Данилкина. Это Данилкина тоже. А это наша общая. Я показывала, это вот тоже Данил рисовал. Надо еще Ритину сюда повесить немножко. Место есть. Рисовать и повесить. А потом будем их снимать новые, вешать какие-то картинки. Здесь у нас, конечно, смешно. Атлас приклеен. Уж не смейтесь. Папка, он решил, что он вот так хочет приклеить. Но я ничего не смогла сделать. Все равно мы скоро будем здесь менять обои. Потому что меняли когда окна, я уже рассказывала. Да и голубка-попугай сгрызлой много, где кусочки подгрызала обоев. И не знаю, хотим здесь что-то придумать. Либо обои, либо, может быть, выравнивать, красить. Думаю еще. Потому что вариантов много. Надо выбрать такой для детской оптимальный более-менее вариант, чтобы можно было стены помыть. Ну, пока вот так у нас. Карты. Здесь и здесь картинная галерея будет. Здесь птичка. Вот, кстати, покажу вам, как она грызет. Вот, она садится. Видите, как она погонит. И вот так по углам, да? Вылетает, садится. И вот, хотя, когда она начала грызть, мы ей стали покупать сразу эти вот камушки-ракушки. Она и грызет, и обои грызет. Помогу обожает. Излюка. Излюка, ты моя. Излюка. Она почему-то только папа любит. Тебе сейчас стало и папу кусать. Да? Мы ее покупали мальчикам, а она оказалась девочкой. А мальчики, они более ласковые, дружелюбные. Как сказать, более такие непосредственные. А девчонки вот такие вот вреденки. А я, папа, а я... Серьезно. Все равно лет много таких можно делать. Да? Ну все, будем спать, укладываться. А, кстати, хотела сказать сейчас по поводу комментариев. Елена Прекрасная мне писала уже не одно сообщение. Вот, Танюша, мы смотрели и смотрим, будем смотреть. Спасибо большое, Лена. Поставила тебе пальчик вверх, но ответить не могу. Нету кнопочки ответить. Еще какое-то здесь сообщение было ниже. Про холодильник и про планировку квартиры. Показать квартиру. Так, ну, по поводу показать квартиру. Посмотрим, попробую все это сделать. Опять же, мне надо, чтобы, как сказать, это было удобно. Потому что иногда папа работает в комнате, я его беспокоить не хочу. Иногда Марк спит в спальне в нашей, его беспокоить не хочется и будить. В общем, это надо, видите, поймать момент такой, чтобы это будет удобно сделать. Вот, по поводу холодильника тоже как-то, тоже попробую снять. Все это в памяти у меня лежит. Так что все ваши запросы я читаю. Вопрос в том, как быстро я их выполню. В общем, по обстоятельствам девочки будут действовать. Потому что у меня такие дни, что мне проще всего снимать в процессе жизни. В общем, а про холодильник, ну, да, надо как-нибудь тоже снять, что у меня там есть. Наготовить побольше туда. Наложить побольше продуктов и снять. Еще помыть не забыть, да, холодильник. Так, ну все, вечер уже. Время сколько? Без 29. Мы будем ложиться, детей будем укладывать. Спать, умывать. Какие-то дела поделаем и тоже будем ложиться спать. Так что всем спокойной ночи. Всем хорошего настроения. Ну и все, пока.